Пицца Пицца Кажется, это первый вообще незапланированный влог на моем канале Потому что еще 20 минут назад Я не знала, что он будет Мы нашей дружной бандой команды Отправляемся на ночь в палатку В палатке Нет, не так На природу в палатке Вот так Ну хорошо, сама хочешь разговаривать? Да Давай тогда ты скажи Червячки Червячки, да А тут вот мама Здрасте И Мико И Диана И диван И пол И доски Временно мой манулог прерван Смотрите, что мы сделали Убрали вообще пуфики Теперь это батут у нас А куда мы поедем завтра? Батутки В общем, собрались мы в небольшое путешествие У нас в области Или нет, это уже даже Челябинская область Озеро Иткуль Мы там будем впервые Сегодня надо хорошечно так собраться Мы вообще будем впервые ночевать в палатке с Евой Один раз до этого мы ночевали с Денисом в палатке на Алтае Жутко замерзли Были очень неподготовленные Потому что А в этот раз мы купили какую-то крутую палатку Спальные мешки И, собственно, все Будем сегодня собираться вместе Закупаться Как раз на выходные у нас передают 34 градуса жары Надеюсь, там это будет переноситься легче Завершим это лето такой вот природной, приятной поездочкой Я еще в среду начала составлять список того, что нужно Но здесь, скорее всего, не все Вот у нас большая часть это еда Что мы будем там готовить на костре Это все, что не из еды, а из вещей И, кстати, знаете, что нам очень выручает жизнь? Посмотрите, какая красота Это походный рюкзак Со всякими необходимыми штуками Тут тарелки Такие тряпичные салфетки Ложки, вилки Штопор даже есть А еще это одновременно терморюкзак То есть что-то холодное сюда положить Или наоборот Теплое И останется той температурой, которой оно и было 5, 4, 3, 2, 1 Пуск! Это взлет, вертикальное падение Еще Пуск! Еще! Ева, расскажи, что случилось? Безала, безала и упала Ну все хорошо уже? Да Домой моет I like to move it, move it Убираю какая колонка На какую сумму 40 литров зальем Готово Это можно было делать вообще пока я еду Не тратить время, да? Оплачиваем Ну ничего не видно экран Но суть в том, что не надо идти даже на кассу Чтобы заправиться Через приложение все сейчас удобно происходит 21 век Денис, только пистолет получается вставить сам И все Едем дальше Да, Ева? Да Что будет в твоем будущем вообще интересно? Когда у тебя будут дети? Вы будете силой мысли заправляться? У нас небольшой пидстоп в деревне Очень тепло у нас в 3 Правда, Ева сразу же убежала гулять Время 9.48 А мы уже здесь Что ты можешь сказать про деревянскую жизнь? Здесь природно У нас каждый день было Сначала с утра до 12 до часа работаем Потому что ничего не делаем Прикольно В дом только у нас наше время начинает Я пошла собирать горох О, последняя малина Сегодня 21 августа Сегодня у Евы 2 года и 3 месяца Это все картоха Отсюда мы берем кабачки Тыкву Точнее, не мы берем Нам дают Любезно А вот здесь Я сейчас наберу горошек Мы практически доехали Как тут нас останавливает служба безопасности Оказалось, наш маршрут идет через закрытый город Снежинск И просто так туда не попасть У нас было два варианта Либо возвращаться в Екатеринбург Ехать другой дорогой Которую нам изначально даже не предложил навигатор Или выбрать другое озеро поблизости Благо в Челябинской области их много Поэтому мы выбрали второй вариант Желающих провести выходные на озере было, ну, очень много А нам хотелось тихое, немноголюдное местечко Поэтому в его поисках мы добирались через все возможные дебри Можете послушать, как часто наша машина нам намекала свернуть с пути Актуальная ситуация такая, что мы не можем найти место для нашей остановки Ну, конечно, у нас запросы такие высокие Мы хотим место без людей, но в природе Итак, наше потенциальное место для остановки Чтобы вы понимали, это огромная редкость Потому что везде, где мы только что ни были, там каждый метр был человек Но, опять же, здесь нет никакой тени То, куда мы приехали, называется Большие Аллаки Вот там вся движуха, там прям, ой, не туда показываю, вот здесь вот Там огромное количество людей, как будто мини-город Это камушек В дядю попало Ты в дядю хочешь попасть? Да Ему больно будет Ева в ожидании дяди, дядя как крокодил подплывает к нам Медленно Палатка! Ева, смотри, домик! Ева тут в полный рост встает Сейчас принесем сюда всякие пледы Чемодан у нас с собой, между прочим Удобно, кстати, с собой чемодан всегда возить Мы даже, когда ездим в Тагилу или просто в деревню Берем чемодан, чтобы все вместилось и было компактненько А вот здесь, наверное, будем разводить костер Дно, конечно, такое себе Камушки и ил, но от жары спастись можно Главное просто один раз сесть в воду Хорошо Ева, держи еще ракушку Ева, выучила слово «конечно» Только «нета» Держи Рассказываю, как моя бабушка в Анапе меня приучала к водичке Потому что не всегда была теплая вода Ева, готова? Да Баба села на город и сказала Еды у нас очень много Вот этот весь рюкзак переполнен едой Здесь у нас чай горячий Так, одежда Сюда В нашем пространстве три спальника Два ковра Еще куплет В общем, ближе уже к вечеру Будем здесь все расстилать Посмотрите, какая красота Это подсолнух Кто не знает, как растут семечки Вот так И тот самый дяденька-крокодил Любезно одолжил нам свою лодку покататься по озеру Не могу сейчас никого снять Потому что все в неподобающем виде для контента Ютуба Кстати, к нам присоединились люди Палатка Еда любая на природе всегда вкуснее Особенно, когда это вафелька Ар Ар По конце А А мне Ты ждешь огонь? Да У нас начинается самое интересненькое Как раз солнце село Будем сейчас запекать картошку Не получается у папы, она говорит Огонь Получается, да, Ева? Огонь 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 Ой 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 Огонь Огонь питается кислородом Поэтому его раздувают Ой, никогда об этом не думала Я думала так Потому что когда дуешь, больше кислорода успает подать Ты так красиво делаешь Делается вот так вот домиком Для того, чтобы было пространство для воздуха У нас что, лайфхаки для путешественников? Ты купил специальное опахало? Так Так выглядит спальня. Прикольно. Пупсик уснул. Меня на самом деле тоже немного клонит сон. Смотрите, какая луна красивая. Так низкая, такая большая. Ева, доброе утро. Все хорошо. У нас у всех нос немножко заложен. Ночью стало чуть-чуть холодно. Мы укутались в поте. Для коврика не было, поэтому кабнушки чувствовал. Да, у нас с Евой двойные коврики. Вот такие. Этот плед, а у Дениса... Ничего. Спальный мешок хотя бы греет. Вы слышите сейчас музыку? Вот эти ребята закончили играть в два. Проснулись уже в шесть. А еще ночью группа пацанов ходили вдоль берега и искали раков. И очень громко, бурно это обсуждали. Поэтому поспим мы завтра. Нет, так-то если мы доспали до 7.50, мне кажется, мы отоспали с вами. Уже градусов 26, наверное. Завтрак на природе. Препарат вам туда же летает? Да. Просто доброе утро. Мы что, на нашем юге где-то? Мы вспоминаем с Денисом там Африку или Таиланд. Там даже по инфраструктуре не так разве это было, как у нас на озере в Челябинске. Я буду делать вот что. Банан. Ножечек. Кстати, с собой мы ничего не брали Еве из игрушек. Ненарочно, просто забыли. Но Ева ни на секунду не заскучала, играя с грязью, палками, водичкой. Так здорово прямо вспоминается наше дворовое детство. Платка наша сложилась хуже, чем раскладывалась. Тебя напугали водоросли и рыбки? Да. Не бойся, все хорошо. Пойдем за ручку вместе. Я поняла, что в следующий раз нам нужен матрас. Просто вот так вот плавать. А, это, по-моему, лодка. В общем, нам нужна либо лодка, либо матрас. Потому что прикольно просто по воде поплавать и не обязательно ступая на дно. Я выгляжу, знаешь, так, как будто мы не на отдыхе были, а наоборот, как будто мне нужен отдых. Наша первая поездочка с палатками удалась, я считаю. Очень хочется помыться. Домой хочу, слышишь, говорит. Закончим мы наши выходные распаковкой Евинового подарка. Почти приятно. Классно? Ева, ты ждешь свой подарочек? Да. А ты знаешь, что тебя ждет? В общем, игрушка такая прикольная. Тут разные фишки с разными поверхностями. Тоже это по методу Монте-Сори знакомить тактильно детей с такими словами, и с такими ощущениями, как шершавая, мягкая, пупырчатая. Суть в том, чтобы положить все это в кубик, вот так вот рукой трогать и угадывать. Например, у меня это какая-то ткань просто сейчас под кожу. Это фишка. Какая она на ощупь, Ева? На ощупь, не на вкус, а на ощупь. Пальчиками по-другой. Гладкая. А это, Ева, это коробка твоя, личная коробка инструментов. Денис, когда открывает свой набор инструментов, для Евы просто новый мир открывается. Поэтому я нашла такой же, как у Дениса, только для детей. Отвертка. Тоже отвертка. Это крестовая. Это что? Это пила. Ой, можно машинку собрать? Да. Два дня без интернета в соединении с природой стали классным завершением этого лета. Еще раз осознала, что лучший отдых это когда гаджеты отправляются куда подальше, а ты качественно проводишь время с близкими. Благодарю вас за просмотр и увидимся совсем скоро. Пока.